Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Екатерина спрашивает, как убрать из жизни апатию, которая меня сжирает? И говорит о том, что хочет измениться за то, что текст будет больше похож на попыльку выговориться, чем на конкретно сформулированный вопрос. Пишет она в начале. В конце пишет о том, что как уничтожить лень, дайте совет, противно от себя, знаю, что нет волшебной таблетки, поэтому прошу совета здесь. Смотрите, Екатерина, какая штука. Значит, советов психологи не дают. Это первое. Мы помогаем разобраться в себе, но советов вам никто не даст, это было бы неправильно, и я бы даже сказал неуважительно по отношению к вам. В какой-то степени обесценивающе даже, поэтому советов мы вам давать не будем. Это первый момент. Второй момент. И апатия. И апатия. И лень, ну вот, про которую вы говорите, вам для чего-то нужны. То есть, не апатия, не лень, не приходит просто так. И если у вас появилась апатия, и если у вас появилась лень, значит, для чего-то они вам нужны. Какая-то, вот, вторичная выгода, апатия, у вас есть. И смотреть нужно на то, что благодаря ей вы получаете. Как правило, лень, там, про нежелание человека предназначать, что он что-то делать не хочет, вот, что-то ему делать не нужно, вот, нежелание предназначать, что, что-то ему, ну, что-то ему неинтересно, вот. Вот, в общем, лень, лень можно назвать нежелание человека разочаровывать, вот. Вот, когда человек не хочет разочаровывать, да, вот, это, в принципе, вливается очень часто именно в лень. Ну, в вашем случае вы не хотите разочаровывать своих, получается, родителей, да, и много достаточно о них думать, да, и так далее. Вот. Что касается апатии, то апатия это следствие внутреннего конфликта, вот, как правило, это следствие внутреннего конфликта и психологическая защита, которая помогает из этого конфликта, да, ну, вот, вот, из этого конфликта, в этом конфликте, вот, не находиться в человеку, то есть помогает ему как-то вот не, ну, не истязать себя дальше, вот, я бы так сказал здесь, вот. Апатия вам, как ни, не прод disease, тоже, ну, тоже важна, тоже нужна вам апатия сейчас на данный момент. Вот, вы с ней боретесь, конечно, вы пытаетесь её подавить, но чем больше пытаетесь её подавить, тем больше она вас одолевает и будет одолевать, потому что вы идёте против себя. А вы описываете свою семью как полную, вот где родители всё для нас делают и так далее, вот. И, на мой взгляд, речь идёт об попальном желании оправдать ожидания родителей. В том, в частности, в том, что вы особенные, что вы уникальные и так далее. Вот, соответственно, в 16-17 лет, когда вы столкнулись тем, что вы не уникальные и не особенные, вот эта мысль оказалась для вас разрушительной и исчезла всякая мотивация, какая-либо мотивация что-либо делать. Потому что главное – ожидание ваших родителей, то, что вы должны быть особенные, для вас стало нереальным, а своих собственных каких-то вот целей, которые бы не принадлежали родителям и которые были бы чисто вашими, вы себе не сформировали. и потому что у вас такая семья, где вот очевидно, что заботы много, любви много, но в то же время и в какой-то вот свободе выбора, да, и в какой-то вот автономности, самостоятельности, ну, на мой взгляд, вообще немного. Вот, и то, что, то, что вы описываете, к сожалению, очень сильно, наверное, похоже на то, что все, что у вас было, все, что у вас было вашего, это ощущение уникальности, своей, вот, ну, которую, про которую вы знали от родителей. Вот. И когда вы увидели, что людей, людей похожих очень много, вот, вы поняли, что вы не уникальны, на самом деле, вот. И, и, собственно, все, как бы, родителям вы, ну, обрадание, обрадать ожидания родителей вы не сможете. Вот. Ну, это помимо того, что у вас травма именно переживания, вот, своей не уникальности, вот. В этом вы тоже как-то вот остались одиноки, получается. То есть, имеет смысл что-то делать только если я уникальный, только если я чем-то отличаюсь, если я не отличаюсь ничем, то делать ничего. Делать ничего не имеет смысла, вот, для себя. Почему так? Из-за чего так, да? По какой причине так, ну, в данном случае, вы особенно не задумываетесь, на мой взгляд, вот. Проблема ли это? Да. Да. Да, это проблема. Не менее важной, на мой взгляд, проблемой является и то, что у вас как будто бы существует запрет, очень мощный запрет существует на выражение негативных отношений. То есть, как это работает? Если родители для меня много чего делают, если родители для меня много стараются, то я не имею права быть недовольным. Я не имею права высказывать свои претензии, я не имею права высказывать свои обиды, я не имею права, ну, вообще ничего. Вот. Я имею права, я должна быть идеальным. Вот. В этом случае. Вот. И вот, и вот вы из-за всего пытались быть идеальным. Вот. А, ну, при этом, понятно, да, не особо разбираясь, да, можете ли вы быть идеальным и хотите ли вы быть идеальным и так далее. То есть, тут, понятное дело, что, а, понятное дело, что не особенно этим вы интересовались. Вот. Поэтому здесь есть запрет на выражение чувств. вот этих вот, о которых я сказал. То есть, есть запрет именно такой вот, ну, именно психологический запрет на выражение своих чувств, на выражение недовольства, на выражение обиды, на выражение вот всего-всего такого. Это чувства вас, ну, тоже вам довольно-таки мешают, скажем так, конечно. Вот. И то, что вы описываете, вот, своё состояние, да, там, ну, вот, свои симптомы, я не буду их перечислять. Очень похоже это на такую вот, значит, как бы, ну, на пассивную агрессию это похоже очень сильно. Вот. Конечно, я не знаю, как, ну, как наверняка, дела обстоят, может быть, я ошибаюсь, но вот это очень похоже на пассивную агрессию. Вот. То есть, у вас история про то, что ваши родители действительно относятся к вам очень искренне, действительно, делать для вас очень много. Вот. Ну, а в то же время и вот требования, да, пускай, ну, пускай, может быть, даже требования эти негласные, да, то есть, это требования, о которых никто никогда прямо не говорил, но они есть, это требования. Вот. И реагируете вы именно на них. Вот. Вот. При этом, продолжая идеализировать своих родителей, продолжая находиться с ними в, ну, симбиозе. Вот. Поэтому мне кажется, что вам необходима психотерапия. Вот. То есть, именно психотерапевтическая работа с психологом, да, обязательно проверить свое состояние, конечно, обязательно проверить свое здоровье. Вот. Это довольно странно, что, будучи в таком состоянии, которое вы описываете, да, вы, получается, как-то не ходили к врачу и, получается, как-то вообще, ну, не проверялись. Вот. У специалистов. Вот. Медиков. 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 Это было бы, ну, это, на мой взгляд, довольно странно. Опять же, причем, да, вот, как вы говорите, родители делают много дела и так далее. Вот. Ну, и я думаю, что, безусловно, вам не понравится то, что я сейчас скажу, безусловно, но сказать я это, пожалуй, должен, должен, потому что, ну, на мой взгляд, это очень важно. Но в данный момент у вас нет ничего своего в жизни, как будто бы. Все, что у вас есть, вам дали родителям. Вот. Все, что у вас есть. По вашему мнению. Сами вы ничто из себя не представляете. Вот. Понимаете? И вот этот момент, что вы сами, ну, сами ничего не представляете. То, что вы о себе думаете, то, как вы себя наказываете, за то, что, ну, не делаете ничего, да, вот как вы себя наказываете. Говорит о том, что не совсем про любовь идёт речь в контексте ваших родителей. И когда есть вот именно любовь, то это не самопожертвование другого человека для другого. другого человека. А это совсем другая история. Здесь мы видим именно жертву и здесь мы видим профлексию. То есть для вас родители делают то, что они хотели быть для себя. Вот. Вот. Обязательно необходимо решать проблему с уникальностью. Вашей. И обязательно разрешать себе злиться. Злиться и злиться в том числе на родителей. Это не означает, что вы должны на них кричать, что вы должны на них орать, что вы должны устраивать истерику и скандалы. Нет. Абсолютно. Это разные вещи. В данном случае я сейчас говорил не про такую модель. Вот. Но устраивать личные границы нужно. Это 100%. То, что вы делаете сейчас, вы просто убегаете от внешнего мира. То есть вы убегаете и вы бежите от него. Вот. Вот. Вот в эти переписки, ну в эти переписки там, в интернет и так далее. Вот. Потому что, что вам может предложить внешний мир? Он может вам предложить только то, что вы не идеальны. Вот. А вы свою неидеальность не принимаете, потому что вы были уверены и вы думали, что, ну, что вы идеальны. Вот. А вы не идеальны и вы не уникальны. От этого больно. А родители, вероятно, они не понимают, что происходит с вами. Вот. Там и с вами. Скорее всего, находятся на своей волне, ну, на своей волне. Вот. На своей волне, да. И в своих, ну, в своей передигме находятся. Вот. Вас им услышать сложно. Довольно-таки. Вот. И выгодно. Вот. Поэтому, наверное, поэтому вам нужна поддержка психолога и помощь от него. Вот. Регулярная психотерапия. Обиды в любом случае, вне зависимости от того, как бы хорошо вашей, ну, как бы хорошо вашей семье не было бы. Обиды в любом случае будут. И злость тоже будет. Можете себе представить. В любом случае, ничего с этим не сделать. Никуда от этого не уйти. Представляете? В любом случае, будет обидно, будет обидно, злость, какое-то недопонимание, недопонимание и прочее. А что вы делаете с этим? А вы сами себе это запрещаете и говорите, так у меня все идеально. Вот. У меня идеальная семья. Вот. Понимаете? Родители столько всего делали, так именно. Это вот. Такой вот, такой вот момент здесь. И я думаю, что вам нужна помощь. Психологам. Ну и крачу. Обязательно обратитесь крачу, к помощи медикам. Медикам вам тоже написано. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Вот. А начинайте потихонечку заботиться о себе. Удачи. Удачи. Продолжение следует...